Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем наш цикл вебинаров, относящихся к стекловедению, к стекольному делу и к различным аспектам, касающимся стеклянных конструкций. Сегодня мы продолжаем рассматривать некоторые параметры статических расчетов окон и такую составляющую этих расчетов, как сила упругости, закон Гука и так далее. То есть все, что касается статических расчетов, как оконный профиль. То есть мы с вами на одном из предыдущих вебинаров рассчитывали прочностные свойства стекла, входящего в стеклянные конструкции. А сегодня как раз делаем упор на профиль, причем на профиль ПВХ. Итак, начнем. Всем вам известно, что при деформации тела возникает сила, которая стремится восстановить прежние размеры и форму тела. И она возникает вследствие электромагнитного взаимодействия между атомами и молекулами вещества, из которого состоит тело. Ее называют силой упругости. Простейшим видом деформации являются деформации растяжения и сжатия. Вы видите на слайде примерную схему того, как это происходит. Деформации растяжения при этом больше нуля, сжатия меньше нуля. И внешние силы – это F упругости и минус F упругости. При малых деформациях сила упругости пропорциональна деформации тела и направлена в сторону, противоположную направлению перемещения частиц тела при деформации. Это отражено в данной формуле. И надо сказать, что это соотношение выражает экспериментально установленный закон Гука. Коэффициент К называется жесткостью тела. В системе С жесткость измеряется в ньютонах на метр. Коэффициент жесткости зависит от формы и размеров тела, а также от материала, что очень важно, как мы увидим из дальнейшей лекции. В физике закон Гука для деформации, растяжения и сжатия принято записывать несколько в другой форме. Отношение х к л называется относительной деформацией, а отношение, записанное как f к s или минус f упругости к s, это напряжение, где s – это площадь поперечного сечения деформированного тела. И тогда закон Гука можно сформулировать так. Относительная деформация y пропорциональна напряжению σ. И в этой формуле мы видим модуль Юнга или модуль упругости, то есть он вступает в действие. Этот модуль зависит только от свойства материала и не зависит от размеров и формы тела. Модуль упругости или модуль Юнга различных материалов меняется в широких пределах. Для стали, например, он 2 на 10 в 11 степени ньютон на метр в квадрате, а для резины это 2 на 10 в 6 степени ньютон на метр в квадрате, то есть меньше на целых 5 порядков. Для ПВХ профиля модуль упругости представлен в данной таблице. Также вы можете сравнить его с различными другими материалами и можно сделать выводы опять же по величине. Надо сказать, что эксплуатация окон из ПВХ в странах с достаточно суровым континентальным климатом, а также таким, как в России, связана с определенными техническими ограничениями, которые обусловлены специфическими свойствами самого поливинилхлорида. По своему химическому составу ПВХ относится к группе термопластов, для которых характерно быстрое снижение механических свойств при повышении температуры, которое обусловлено линейным строением молекул полимера и их малой связью друг с другом, которая снижается при нагревании. Вот эти все параметры и строение такое обуславливает сильную зависимость свойств ПВХ от температуры. Причем выражается это также с помощью закона Гука. То есть в соответствии с законом Гука удлинение образца при его испытаниях на растяжении до определенного предела растет по прямой пропорциональной зависимости, характеризующей упругие свойства материала. Коэффициент пропорциональности является величиной, которая оценивает степень сопротивления материала упругой деформации, что и является модулем упругости. Чем больше модуль упругости, тем меньше упругая деформация. И наоборот. В пределах закона Гука растяжение образца происходит без образования необратимых остаточных деформаций. И об этом мы еще поговорим не раз. Испытания на твердости производят по различным шкалам путем вдавливания материалов стальных шариков, алмазных наконечников и других. И твердость определяют как отношение приложенной нагрузки к площади отпечатка. И таким образом для ПВХ выводится группа показателей, которые характеризуют его поведение как конструктивного материала в процессе изготовления, установки и эксплуатации окна. То есть это очень важно при сочетании различных нагрузок и воздействий. На данном графике, который вы видите, показано, что при понижении температуры модуль упругости ПВХ увеличивается и растут его прочностные характеристики на растяжение, сжатие и изгиб. Однако при этом увеличивается также хрупкость, то есть падает ударная вязкость. Так, если посмотреть на график, то при понижении температуры ПВХ с 23 до 0 градусов Цельсия его ударная вязкость падает вдвое. Не случайно, в общем-то, практически все оконные фирмы, которые имеют достаточный опыт работы, стараются приостановить монтажи кукон из ПВХ в зимнее время при температуре наружного воздуха минус 10-15 градусов Цельсия. Именно тогда риск хрупкого разрушения ПВХ при механическом воздействии очень велик. Ну и с повышением температуры поливинилхлорид постепенно размягчается. Его относительное удлинение при разрыве увеличивается, прочность на сжатии и изгиб падает. В зоне температуры от 10 до 40 градусов Цельсия механические характеристики уменьшаются очень незначительно. И в большинстве случаев этими изменениями можно пренебречь. А вот выше температуры 40 градусов Цельсия начинается резкое падение прочностных свойств ПВХ, а вблизи температуры 80 градусов Цельсия находится его точка размягчения. Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что применение ПВХ окон недопустимо в помещениях с повышенными тепловыделениями, а при проектировании окон, ориентированных на южную сторону, нужно предусматривать мероприятия, которые предотпрощают аккумуляции тепла оконным профилем. Это очень важный момент. Такая интересная зависимость модуля упругости от температуры дает обильную пищу для размышлений и расчетов. Итак, сам по себе модуль упругости не дает полной информации о несущей способности поперечного сечения, в данном случае ПВХ профиля. Он является только сравнительной величиной для используемых материалов. Нагрузочная способность несущей конструкции, например, горизонтального или вертикального импоста, зависит от нескольких аспектов. Первое – это материал, второе – это форма поперечного сечения, и третье – это его размеры. При изгибе несущая способность поперечного сечения зависит от геометрии его и его ориентации относительно действия силы. В направлении, в котором, допустим, толщина элемента мала, деформация происходит легко, а в другом направлении она почти невозможна. Показатели поперечного сечения, в которых учитывается форма и расположение площади, называются моментами площади сечения и различают моменты площади сечения первого, второго и более высокого порядка. Для расчета параметров простой статической системы для окон достаточно момента инерции или момента площади сечения второго порядка. В качестве символа применяется буква И. Латинская единица измерения является четвертой степень любой меры длины, например, сантиметр в четвертой степени, метр в четвертой степени и так далее. Моменты инерции определяются путем решения сложных интегралов и в табличных справочниках есть решение интегральных уравнений для наиболее часто встречающихся форм поперечного сечения. То есть, естественно, мы берем показатели оттуда. На основе этих уравнений в дальнейшем определяется момент инерции для многих простых сечений. И вот, например, как рассчитать момент инерции для прямоугольного сечения, где в действии участвуют показатели длины ширины или ширины и высоты. Это самый простой вариант относительно осей Х и У. И расчет для полого прямоугольного сечения слегка посложнее, поскольку нам нужно учитывать толщину стенок данного сечения. Но, в принципе, он тоже не составляет большого труда. и все бы было прекрасно, если бы в нашей практике встречались только такие простые и понятные сечения. Однако, бывают более сложные случаи, и рассмотрим некоторые из них. основная концепция статического расчета для нас это найти усилитель несущих элементов, то есть импоста, створка и рамы, который под действием ветровой или статической нагрузки, которая является вес стеклопакета, прогибался бы в допустимых пределах. О ветровой нагрузке мы с вами говорили на прошлых вебинарах и пришли к выводу, что это одна из важнейших величин, действующих на оконную систему и к ней надо относиться очень серьезно. Характеристики прочности элементов оконных и дверных блоков это прогибы f, моменты инерции по осям x, y, жесткость при изгибе и они являются важнейшими параметрами, которые определяют область их применения, а также надежность и долговечность при эксплуатации оконных профилей. Причем оси x и y для различных профилей определяются по-разному, поэтому чтобы не не было путаницы, то для конкретного типа профиля оси x, y выбираются обычно проектировщиком самостоятельно. Необходимость учета ветровых нагрузок, а также собственного веса остеклений, как я уже сказала выше, различных творчатых элементов, показывает необходимость введения ограничений на максимальную площадь оконных конструкций, на максимальные размеры створок и на максимальную их массу. И, в общем-то, это отражается в таких ГОСТах, как блоки оконные общие технические условия, блоки оконные из ПВХ профилей технические условия, и различных сборников ДИН, например, раздел «Допустимая степень нагрузки в высотном строительстве», «Транспортная и ветровая нагрузки». Мы также говорили, что высотное здание также играет большую роль в подобных расчетах. Ну, и в соответствии с требованиями этих стандартов предприятие-изготовитель должно на стадии проектирования и при производстве оконных конструкций проводить расчеты и характеристик прочности, учитывая первое, действующие ветровые нагрузки, второе, момент сопротивления поперечного сечения бруска элементов изделия, и третье, веса открывающихся элементов. Это три важных параметра, которые обязательно необходимо учитывать. Расчет характеристик прочности оконных конструкций при воздействии на них эксплуатационных нагрузок, куда входит и ветровая нагрузка, необходимо проводить в соответствии с положениями СНИП нагрузки и воздействия. расчет ПВХ профилей на действии ветровых нагрузок и собственного веса остекления является выбором их армирования и дальнейшим подбором сечения профиля, что также зависит от выбранной арматуры. И далее мы рассмотрим наиболее распространенные подходы для проверки прочности несущих частей свето-прозрачных конструкций и на их основе производится статический расчет основных элементов это импост, рама и створки. Итак начнем с расчета импоста при воздействии ветровой нагрузки. здесь импост рассматривается как шарнирная опертая балка на двух опорах нагруженная равномерно распределенной нагрузкой. И требуемый момент инерции вычисляется по формуле которую вы видите на экране куда входит W или W давление ветра в соответствии с группой ветровой нагрузки B ширина эпюра нагружения L длина профиля E рассмотренный нами выше модулю пругости F максимально допустимые деформации прогиб и F величина которая рассчитывается отношением L к 300 100 момент инерции должен быть определен раздельно для каждой области нагрузки и еще одно замечание что при расчетах требуемого момента инерции жесткостью ПВХ профиля пренебрегают кстати небольшое такое лирическое отступление каждая фирма как вы знаете изготавливает свои собственные проспекты с расчетами и в каждой фирме одни и те же единицы называются по-разному например в некоторых немецких проспектах вы можете встретить не требуемый момент инерции а потребный момент инерции то есть перевод такой интересный достаточно старо-русский поэтому не удивляйтесь это разный вариант перевода следующий пункт это расчет рамы при воздействии ветровой нагрузки и существует два основных варианта расчета этой расчета рамы причем второй включает еще и разветвление в расчетах сейчас мы их рассмотрим итак в первом варианте у нас рама рассматривается как шарнирная опертая балка на двух опорах нагруженная равномерно распределенной нагрузкой и требуемый момент инерции вычисляется по следующей форме где мы видим уже знакомые нам давление и ветра в соответствии из группы ветровой нагрузки ширина и пюре нагружения длину профиля модуль упругости максимально допустимые информации деформации прогип и так далее то есть все величины входившие в первый расчет который мы видели здесь присутствуют во втором варианте мы рассматриваем раму как жестко закрепленную или защемленную на обоих концах балку на нее действует трапециедальная или треугольная нагрузка и при действии трапециедальной нагрузки требуемый момент инерции вычисляется по следующей формуле где задействованы также давление ветра ширина и пюре нагружения длина профиля модуль упругости коэффициент k который вычисляется отношением l к b кроме того здесь присутствует коэффициент гамма для которого существует специальная формула что касается требуемого момента инерции при действии треугольной нагрузки то он вычисляется по формуле в которую входят уже знакомые по предыдущему расчету величины и коэффициенты и здесь есть некоторые оговорки то есть дополнения или примечания если сечение рам по всему периметру имеет одинаковую величину то есть одинаково то при расчетах учитывается наибольшее значение требуемого момента инерции трапециедальной или треугольной нагрузки и опять же при расчетах требуемого момента инерции жесткостью пвх профиля пренебрегают это то что касается расчета рамы двух вариантов расчет створки при воздействии ветровой нагрузки происходит по следующим формулам и створка здесь рассматривается у нас также в как жестко закрепленные защемленные на обоих концах балка и на нее действуют те же два вида нагрузки то есть трапециедальные или треугольные требуемый момент инерции при действии трапециедальной нагрузки мы можем вычислить по приведенной на слайде формуле где мы опять же учитываем давление ветра в соответствии с группой ветровой нагрузки ширину эпюру нагружения длину профиля модулю пругости коэффициент k и коэффициент гамма то же самое при действии треугольной нагрузки здесь хочется сказать что если сечение створки по всему периметру имеет одинаковое значение то при расчетах учитывается наибольшее значение требуемого момента инерции а при расчетах требуемого момента инерции жесткости ПВХ профиля также пренебрегает но под действием длительной нагрузки профиль постепенно деформируется скажем так течет и с этой проблемой связаны требования по хранению ПВХ профиля в гости 3067 399 пункт 85 так можно туда заглянуть и быть в курсе то есть его естественно нужно учитывать это то что касается ветровой нагрузки но существует еще воздействие от веса стеклопакета и здесь мы рассчитываем нижнюю часть створки которая рассматривается как шарнирно закрепленная на концах балка на которую равномерно действует нагрузка от веса стеклопакета действие от веса ПВХ верхней и боковых частей компенсируется увеличением длины нижней части створки на размер створки итак для расчета подобного состояния мы берем формулу представленную на экране и здесь у нас присутствует G это удельный вес стекла H это высота стеклопакета L пролет между опорами F прогиб для створки с фурнитурой максимальное значение от 2 до 3 мм E модуль упругости собственно этих формул вполне достаточно чтобы рассчитать сечение для различных частей окна хотя в различных источниках присутствуют различные виды расчетов и кстати это очень интересно сравнить разные варианты разные виды ну и естественно всегда надо учитывать параметры ГОСТов то есть обязательно опираться на существующие нормы и правила одним из важных параметров является прочность на изгиб и показатель прочности на изгиб характеризует прочность несущей конструкции как таковой это значение обозначается формулой в которую входит модуль упругости и момент инерции и влияние величины модуля упругости на прочность на изгиб мы можем посмотреть на представленном на экране рисунке значительно большее поперечное сечение профиля ПВХ слева из-за малого модуля упругости имеет меньшую несущую способность чем меньший по размеру стальной профиль справа и собственно если проверить соотношение стали к ПВХ данной формулы то мы в результате получим что армирующий профиль прочнее профиля ПВХ в 71,86 в 71,86 раза но и все равно кстати бывают достаточно частые ситуации когда армирующий профиль сечением 25,41 на полтора не проходит по статике поэтому всегда нужно ставить по крайней мере специалисты рекомендуют ставить цельный по длине армирующий профиль и ни в коем случае не использовать обрезки но и предварительно необходимо рассчитывать приходящуюся на него нагрузку то есть и травую эксплуатационную температурную и так далее ну и естественно при этом прочность ПВХ профиля не учитывается из-за его малости для таких точных для более широких и более всеобъемлющих расчетов можно рассчитывать конструкции ПВХ профиля от изгибающей ветровой нагрузки скажем так то есть необходимо принять во внимание изгибающий момент и мы рассмотрим сейчас некоторые положения именно этого аспекта согласно ГОСТ надежность строительных конструкций оснований все строительные конструкции должны быть запроектированы с достаточной надежностью при возведении и эксплуатации строительные конструкции нужно рассчитывать по методу предельных состояний это наверное всем известно основные положения этого метода направлены на обеспечение безотказной работы конструкции с учетом изменчивости свойств материалов мы сегодня конечно не будем рассматривать все эти состояния рассмотрим вкратце что они обозначают и одно из них применим в наших расчетах итак предельные состояния подразделяются на две группы первая группа включает предельные состояния которые ведут к полной непригодности к эксплуатации конструкции или полной частичной потери несущей способности это разрушение любого характера например пластическое хрупкое усталостное и так далее это потеря устойчивости формы которая приводит к полной непригодности в эксплуатации это качественные изменения конфигурации то есть форму и конструкцию не узнать это другие явления при которых возникает необходимость прекращения эксплуатации например это чрезмерная деформация в результате пластичности а также то же самое в результате сдвига в соединениях это раскрытие трещин а также образование трещин это первая группа вторая группа включает предельные состояния которые затрудняют нормальную эксплуатацию конструкций или уменьшают их долговечность по сравнению с предусматриванием сроком службы и мы рассмотрим расчет импоста именно по первой группе предельных состояний здесь критерий расчета это напряжение от изгибающей нагрузки импоста и оно должно быть меньше расчетного сопротивления материала на растяжение и изгиб в качестве внешнего воздействия на конструкцию принимается нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки по СНИП 2.0107.85 рассчитывается по формуле которая приведена на слайде где учитывается напряжение возникающее от изгибаемой нагрузки изгибающей момент момент сопротивления сечения профиля по оси Х коэффициент надежности по ветровой нагрузке принятый в соответствии со СНИПом коэффициент то есть расчетное сопротивление растяжению сжатию и сгибу для алюминиевого сплава и коэффициент условий работы и который принимается также по СНИПу сам изгибающий момент можно определить по следующей формуле где учитывается нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки который также определяется по СНИПу нагрузки и воздействия здесь присутствует ширина нагрузки которая воздействует на вертикальный импост и длина вертикального импоста таким образом по первой группе предельных состояний мы можем рассчитать импост достаточно несложно то есть все величины которые присутствуют в формулах можно найти в специальной справочной литературе итак сегодня мы рассмотрели очередную часть расчета статики окон и если есть какие-то вопросы я постараюсь на них ответить если я не отвечу сегодня то на следующем занятии подготовлю развернутый ответ ответ